всем добрый день точнее не очень потому что зима как вы видите добралась и до киева я знаю что в москве в россии уже давно зима но у нас вот только вот началась и это наверное знак что пора осматриваться куда-то в теплые края подальше потому что я зиму не переношу меня вообще не умиляет ничего в зиме холоде в снеге некоторые люди так радуются первому снегу прыгает там ты куда вот первый снег пошел все радуются настроение поднялось у меня ни хрена не поднимается настроение от снега никак как от этого всего может подняться настроение пока мы стоим подворотне ждем такси наши таня нашла кота чужого с ошейником кстати значит в чей-то оставь его покоя спусти его не может спрыгнуть ну спусти видишь он хочет на землю вот пусть и у него очень мягкая шерсть не такая как у моей кошки такси приехал какая еда это это чей-то код и так мы вернулись домой мы съездили в турагентство и купили новый тур в теплые края не будем говорить куда но можем намекнуть таня намекни как-то но ты довольна или нет то что-то по тебе не сильно видно ну блин а как я должна свое удовольство показывать удовлетворение свое как я довольна в душе уйди а сейчас мы собираемся пойти на мероприятие на которое нас пригласили на предпоказ какого-то фильма но перед этим будет там вечеринка для всяких недозвезд и нас и я на самом деле не сильно хочу идти это просто от нечего делать сходим на фильм бесплатно и посмотрим на дурачков на самом деле терпеть не можем всех этих певичек и певцов мы не будем рассказывать куда мы летим до того момента пока мы туда не прилетим чтобы вам было интересней но скажу что это самое дорогое путешествие которое мы покупали еще дороже чем мальдивы мы приехали на место встречи всех не до звезд мы почти только что поужинали сели по десерту они с красными губами сегодня что да не красный у тани розовые меха меха под вечер таню потянула накупить продуктов домой наборчик для борща покупать картошку чищеную и свеклу окорок купить тебе таня это кулинарная рубрика то ли как назовешь кулинарная рубрика зажрались я выпил два джина поэтому такой веселый а главное понятно твоим подписчикам это несложное слово у тани особенные отношения с моими подписчиками я буду зажираться и отжираться это все кстати давайте пишите в комментариях кто отгадает куда же мы едем прошлый раз и много людей отгадала куда мы поедем это было весьма предсказуемо что это будет мальдивы но в этот раз это немножко сложнее но думаю кто-то из вас точно отгадает поэтому пишите свои домыслы в комментариях то не какая-то проблема с мандаринами не часто бываем и супермаркетах поэтому не знаем где взвешивать и что делать с продуктами которые ты выбрал всем добрый вечер ребята угадайте что мы делаем сейчас стане почти полночь но это не мешает нам снимать наш выигрыш с вулкана посмотрите просто на эту котлету мне всегда просто не терпится пойти и снять наличку очередной куш вот такая вот сумма здесь и добро пожаловать в мир развлечений таня смотри что я принес да у нас сегодня вот такая вот огромная посылка смешно это говорит но эту посылку я заказала в инстаграме я никогда в жизни ничего не заказывал в инстаграме и в принципе мы в интернете очень очень редко что-то заказываем потому что мы просто приходим магазин и покупаем обычно но перед тем как мы отправимся в путешествие мне нужны были сумки потому что у то не полно чемоданов а у меня нет ручной клади нормальной и нет там дорожной какой-то сумки и вот мы решили заказать кожаные изделия на страничке в инстаграме я не знаю какого там будет качество не знаю нормально не нормально потому что на фотках на страничке все было красиво вот сейчас проверим как это заказывать в инстаграме то что обычно вещи с кожей всегда стоят очень дорого в магазинах а тут мы в принципе адекватную цену нашли это не реклама поэтому не переживайте вот так ухты дырочка сильно много всего и вот еще вот типа бирка показано что она из кожи да это уже была реклама давай открывай ухты да я такой хотел он когда поцарапается будет выглядеть еще круче мне такой рюкзак очень нравится а закручивается вот эта штука кожа вот так закручиваешь давай следующий открывать там еще должна быть большая сумка маленькая сумка еще что-то не помню саквояж ну я кстати такие сумки любил носить раньше у меня они все были коричневые обычно тоже как ручная кладь чтобы закинуть на полку самолета там еще внутри смотри еще бонусы вот вот пояс а это вот так клади ручная ручка ухты офигенный черный офигенный черный пояс потому что у меня еще пояс который мне подарил баронин сейчас не на мне я хожу с вот этим поясом до сих пор вот такой вот запаковали все красиво это сумка на пояс такая вот вместительная то есть хорошо для путешествий чтобы все было при себе просто сумка на пояс это вручную кладь рюкзак на плечи и сумку на пояс на пояс и все это будет смешно выглядеть если ты все одновременно оденешь так я так и сделаю она на женскую похоже больше хочу но не знаю тут еще отделение я кстати вот такие сумки на самом деле терпеть не могу куча малолеток носят эти как их называют бананки так бесит особенно вот так как-то их носят там через шею но вот это выглядит хотя бы нормально не как у кондуктора троллейбуса ее можно назад а так и все непривычно нет назад как раз могут украсть как украдут здесь можно закинуть паспорт кошелек билеты ну все как бы я готов смотрите вот такой вот у меня набор для путешествий да это сумка очень хорошая и еще я только сейчас заметил что внутри вот этого рюкзака есть уже вшитый специальный чехол для компьютера смотрите вот это офигенная идея добрый вечер дорогие зрители мы стане вышли прогуляться по ночному киеву ну как ночному просто темнеет рано я поела вкусный борщик с капустой мы только что ходили в турагентство так как отель который мы ехали немного поменял свой график и приехали какие-то чуваки заплатили до миллион долларов и выкупили в общем и даты сместились но мы ждать не хотим поэтому пришлось выбрать и другую страну и в общем мы уже не летим в то место которое планировали а полетим другое не я туда очень хочу даже больше хочу чем предыдущее место ты так красиво и невыносимо рядом с тобою изнемогаю от боли ну то не меня бьет сильно признайся что ты меня бьешь знаете когда мужик бьет бывает и девушку жену а тут наоборот станя лупасит меня вообще беспощадно да то есть а заслужил или не заслужил решаешь ты мама тебя всегда пожалеет чему было что я маминкины сынок на то что таня меня бьет таня еще берет и кусает а так придет берет и со всей силы не отпускает то есть как мертвая хватка или царапается просто аж до мяса я потом вхожу с расцарапанными руками поэтому я люблю так дело то что он ни за что туда 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 никогда не любил на самом деле это я к ним обращая подписчиков то никогда не любила любила я жду жай на самом деле нет я вас ненавижу я вас ненавижу я шучу конечно же вас люблю что это за меня чурка такая была таде о смотри как прикольно дорожку выложили в раскраску вышиванки смотрите любишь крае на моем сердце всегда путешествие всегда мечтаю вернуться сюда поскорей борщ вареники драники аж слюнки текут уже ты только что это все ела что как вы видите зима усиливается набирает обороты по-любому надо отсюда мотать и сегодня ночью таня мне сказала что что нам нужен новый объектив на камеру потому что фотографии получается не очень я ночью позвонил в интернет-магазин который работает круглосуточно и заказал новый объектив на свою большую камеру и мы идем сейчас его забирать я даже не знал что интернет-магазины некоторые работает ночью и можно прям ночью поехать забрать товар если вам нравится видео на мою вторую камеру на вот эту большую качество и напишите в комментариях но там у меня всего лишь один объективе он дает приблизительно одинаковую портретную картинку а мы хотим такой широкоугольный объектив забрали мы вот такой вот объектив такая вот коробочка стоит тысяч долларов дани как ты додумалась вообще среди ночи и захотеть объектив я бы его не покупал если честно ну я хотел его но я бы его не покупал ну вам особо интересно не будет но картинка на него будет прикольно вот вот такая вот линза это сверх широкий объектив широкоугольный точнее 7 14 миллиметров на матрицу на мою матрицу это эквивалент 14 миллиметров на фулл фрейме но кто понимает тот поймет тут еще кстати стабилизация вроде бы есть а мы сейчас зашли поесть салатика по-быстрому и отправиться дальше по делам у нас сегодня насыщенный день но относительно насыщенный к тому времени как мы обычно проводим свои дни картинку с этого объектива вы сможете уже увидеть во влогах с места куда мы летим то не просто хочет красивых фоточек